Добрый день! Это Елена Терехова. Сегодня 7 марта и мы на моём маленьком огородике. У нас ещё довольно-таки много снега, но пахнет весной. Сегодня солнечный денёк и можно уже что-то делать, хочется делать. Посыпала вот немножечко золой здесь, там где цветы, чернички, конечно, нельзя сыпать, клубнички тоже нет, но остальные проталинки делать, чтобы земля оттаивала, согревалась и чтобы весна пришла пораньше. Хочется пораньше. У нас копель, вот вода уже заполняется и тепличка из поликарбоната. Так мы перезимовали, грядки уже здесь подготовлены. По центру осенью я накопала столько земли, тут много всяких было отходов. Всё это перекопано, я специально такой горкой сделала. Раньше просто, тоже разравнивала уже, а в этом сезоне, вернее в прошлом сезоне, вот сделала такую горку. Накрыла её картоном, накрыла ещё дорожками и поэтому земля так не промёрзла. И очень удобно набирать вот именно для ранних посадок, для тех же помидоров и перцев и всего прочего. И делать раннюю посадку лука на зелень. Землю можно набрать, ящички небольшие, высота вот такая, небольшая. Наполняю землёй, вернее наполнила уже землёй, добавила по горстке золы, перемешала. Свой лучок, чуть-чуть хвостики подрезала и мостовым способом вот посадила три ящичка. Эти ящики, конечно, я заберу домой. Дома он подрастёт, лучок, и когда уже погода позволит, я уже буду выносить на солнышко, на свежий воздух. Тогда он вкуснее и лучше растёт. Сегодня даже вот в теплице было плюс 20, поэтому и приятно было поработать. Раньше первую зелень я сажала в теплице. По краешку есть тоже видео разные. И довольно-таки много было лука. Потом, вот в прошлом сезоне я уже стала сажать лучок на зелень именно в пластиковые ящики. Очень удобно, не мешает ничему другим растениям, когда уже тепло и надо высаживать томаты. А тут ещё лук вроде бы не успеваешь съедать. И поэтому вот пришла к такому выводу, что удобнее сажать в такие ящики. Многие вот в интернете тоже так делают. И мне тоже нравится. Я думаю, что кто попробует сделать такую посадку, уже от этого способа не откажется. Можно и выставить на улицу, потом из теплицы. И сколько репчатого лука посадите, столько у вас будет и пера. Ну вот эти три ящика мы, не ящика, а когда лучок подрастёт, съедим. Где-то через три недели я ещё сделаю посадку. Подумаю, сколько и посажу. Вот какой лук вырастает, можно найти видео по прошлому сезону, как я говорю. Очень хороший лук даже, даже очень шикарный. Ну вот, на этом маленькое видео всё. До свидания и всем хороших урожаев! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok